В прямом эфире РБК Уфа мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. По реке Белой в Башкортостане можно перевозить до полумиллиона тонн грузов в год, причем любых габаритов. Об этом сегодня нашему телеканалу сообщил заместитель председателя регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. Кроме того, Азат Калимулин заявил, что использование водного транспорта поможет сократить нагрузку на дороги. Постепенно увеличивать гарантированную глубину на реке Белой решили в прошлом году. По итогам 2017 она достигла отметки в 185 сантиметров или на полметра больше, чем годом ранее. Федеральный бюджет потратил на это 140 миллионов рублей. В 2018 планируется поддерживать глубины судового хода на уровне 190 сантиметров. К примеру, это позволило впервые за 7 лет провести по Белой до причалов уфимских нефтеперерабатывающих заводов судно класса река-море, открыв прямое сообщение Уфы с Азовским, Черным и Балтийским морями. В последний момент нам не позволяла река, да, то есть сейчас мы эти будем вопросы решать, то есть по многоглубительным работам. Я думаю, что еще производители, люди бизнеса еще не считали, понимаете, то есть им просто надо сесть и посчитать. То есть экономика, посмотрят экономику, и я думаю, что экономика будет намного привлекательной для перевозки грузов личным транспортом. Использование крупнотоннажных судов позволяет существенно экономить на перевозках. Ранее нефтепродукты приходилось ввести на небольших судах до Нагаевского перегрузочного комплекса. Путь без перевалки экономит и время, и средства. В Башкортостане задолженность граждан по имущественным налогам превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Кроме прочего, должники рискуют оказаться невыездными и тем самым испортить себе отпуск. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на границе, Республиканское управление налоговой службы проводит акцию в отпуск без долгов. В пределе сезона отпусков управление Федеральной налоговой службы совместно с туристическими компаниями проводит акцию. По информированию граждан, планирующих выехать за границу, чтобы провести свой отпуск, но имеющих долги по налогам. О том, что наличие задолженности является прямым основанием по ограничению выезда за границу. Налогом органы разработаны соответствующие информационные раздаточные материалы, которые были переданы туристическим фирмам, агентствам, чтобы они информировали своих клиентов, туристов, какими способами можно узнать о наличии задолженности. Узнать о состоянии расчетов с бюджетом можно на портале Госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, на сайте налоговой службы, в офисах МФЦ и в налоговых инспекциях по месту регистрацию. Оплатить онлайн на сайте ФНС, через банки, платежные терминалы и отделение Почты России. Мне известно, что если есть задолженность по налогам, то меня могут допустить на авиарейс и в итоге испорченный отпуск. Отличная идея уручать такие листовки. Обязательно ознакомлюсь с тем, что здесь написано. Сегодня ограничить выезд за рубеж могут при сумме долга от 30 тысяч рублей. Сюда входят как налоговые, так и другие платежи, например, штрафы и кредиты. Для неплательщиков по алиментам и прочим социально значимым выплатам невыездной порог составляет 10 тысяч рублей. Уфимцы могут заработать на домах престарелых в Великобритании. Новые весьма необычные для региона способ инвестирования. Речь идет о вложениях и умножении капитала за счет иностранных пансионатов бизнес-класса. Форма государственно-частного партнерства, где инвестор выкупает апартамент, который будет приносить 10% годовых гарантированного дохода. На начальном этапе инвестиций стоимость апартамента на 30% ниже рыночной. И через несколько лет его можно продать той же управляющей компанией с разницей в цене процентов в 15, говорят эксперты. На нашем рынке инвесторы считают, что это не очень выгодно. А в Англии создана специальная система инвестиций. И делается это под управлением государственной структуры, что-то типа нашего пенсионного фонда. И основано вот еще на чем. Там есть определенная социальная программа для пенсионеров. То есть если они подпадают под ее действия, там не должно быть большой дорогой недвижимости в собственности, еще какие-то есть условия, то государство им оплачивает 2000 фунтов стерлингов ежемесячно, как бы компенсирует стоимость нахождения в таком заведении для пожилых людей. И поэтому большинство таких вот объектов, они фактически получают дотацию от государства. При стоимости апартаментов около 75 тысяч фунтов стерлингов, доход не облагается налогом. Так называемый гербовый сбор в Великобритании платят с гораздо больших сумм. По словам экспертов, в прошлом году российские инвесторы приобрели порядка 50 таких апартаментов. В нашей республике подобных сделок пока не было, хотя эксперты считают такие вложения малорискованными. А вот создать подобную систему в России сейчас вряд ли получится, считают аналитики. Продумать и просчитать саму схему несложно. Дело в нашем менталитете, когда сдать родителей в дом престарелых, даже с высококлассным сервисом, многие считают неприемлемым с морально-этической точки зрения. С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда республики зарегистрировали 14 пожаров общей площадью 78,5 гектаров или в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда огнем были охвачены 336 гектаров леса. В региональном Минлесхозе сообщают, в тушении задействовали 254 человека и 66 единиц техники. Лесные пожары бушевали на территории Ольшиевского, Стеритомакского, Зилаирского, Кананикольского и Училинского лесничеств. Населенные пункты и объекты экономики республики не пострадали. Основной причиной лесных пожаров является человеческий фактор. 13 случаев и из 14 пожаров. На тушение лесных пожаров было привлечено 239 человек и 65 единиц техники. За прошедшие сутки возникло всего 6 лесных пожаров. Все пожары ликвидированы первые же сутки. С повышением температуры воздуха на территории региона в ряде муниципальных районов республики установился третий класс пожароопасности. На сегодняшний день, по словам властей, обстановка в лесах Башкортостана находится под постоянным контролем. К этому часу вся информация. Далее РБК, стройконтроль и проект обозреватель. Не пропустите.